всем привет дорогие друзья с вами клинт 8 саня клинт и сегодня сегодня такие экстренные новости экстренное прям мясо буквально пару часов назад а может даже и раньше могу сейчас сосчитать сколько времени прошло я получил впервые в своей осознанной жизни получил такую травму которую пришлось зашивать хотите увидеть пожалуйста вот она мясо короче разрез был настолько глубокий что кровь конечно не плескалась фонтаном но как только ее отпускал вместо раны то она текла конкретно жестко короче отпускать ее боялся что случилось что случилось короче были у меня двери межкомнатные межкомнатные двери двойные сейчас покажу этот проемчик который остался вот он двойные двери межкомнатные еще старого советского типа вот и одна половинка была открыта одна половинка мало закрыта рядом стояла коляска ну и обходя эту коляску я случайно полетел прямо прямиком в двери и так как двери были сплошняком из стекла ну как да рама и там и остальное остальную площадь занимала стекло я вторанился в нее своим локотком и получил серьезный разрез на задней части руки то есть на внешней на внутренние незначительные но на внешние конкретные конкретный разрез я его правда особо не увидел посмотрел что там короче первый мой взгляд был такой вау куска кожи нет блин что же делать я зажал его рукой и ну понятное дело малой жена была дома я им сказал сказал жене положи пожалуйста малого и помоги мне эмоции были жесткие до жесткие эмоции сразу вспоминается все курсы которые ты учил там первой помощи и тому подобное шахтный опыт кстати вот как раз в это время я устраиваюсь на шахту и вот буквально на следующей неделе должен проходить над комиссией представьте как это теперь что они скажут вау теперь шахтер с покалеченной рукой вот боль ощущал или боль нет наверное чувство адреналина эффект адреналина эффект шока более я не ощущал совсем но я понимал четко понимал что если я потеряю много крови то это может кончиться летально поэтому я попросил свою жену она помогла мне завязать руку кстати большое спасибо и большое спасибо что она видела эту рану и я видел ее глаза когда она смотрела на эту рану мне ее стало жалко я я подумал боже боже дорогая не теряй сознание только не теряй вот и второе дело что я попросила вызвать скорую буквально через минут ну несколько минут после этого она конечно успокаивала малого мне ужасно захотелось пить то есть первое ощущение это сушняк холодно да стало холодно но на это я меньше всего обращал внимание естественно что я сделал первым делом поднял руку вверх чтобы кровь не поступала к ране до чтобы стекала ближе к тину к телу то есть меньше крови и зажал зажал место рукой и собственно этой же тряпкой то есть сделали мы жгут такой импровизированный и той же самой тряпкой я зажимал рану боли я не ощущал но буквально через минут несколько я остыл в плане адреналина такой эффект шока прошел и и тогда я начал чувствовать жжение жжение и с небольшой головокружение туда попросил жену позвонить скорую еще раз и буквально через пару минут они как раз приехали что они сделали они перим сняли сняли повязку посмотрели на это счастье а что я сделал перед этим да не чтоб блин ус усесться на одном месте я чё-то начал метаться по квартире искать какую-то же тряпку чтобы перевязать это и блин пока ходил по квартире расплескал кровище везде да потом жена убирала пока я был в больнице да меня отвезли в больницу то есть дома перевязали рану винтом сказали типовой чистая чистая рана говорю блин ну понятное дело в грязи не купался отвезли в больницу сразу травмпункт и уже больница да я слабость почувствовал но все-таки оставался в сознании посадили меня на лавочку типа регистратура и первые вопросы сколько вам лет ваше местопроживание зовут как и знаете возникла мысль ну вот наши врачи да первая мысль которая у меня возникла это злость блин у меня кровь течет там реально у меня рана открытая да какая вам разница где проживаю давайте завершить уже быстрее делать что-нибудь вот и короче сказали раздевайтесь одной рукой снимайте штаны снимайте рубашку и залез я на стол в операционной ощущение в операционной ну стол такой советский еще ну чтобы сказать просто доска да нет что-то металлическое но вообще просто кусок металла ну и сверху положили клееночку чтобы не запачкать стол вот и подошел врач первое что мне сделали и скорее всего это самое болючие что я ощутил это это дезинфекция раны то есть прежде всего ее промыли я так понимаю водичкой то есть сказали отвернитесь не смотрите туда блин а я бы хотел посмотреть как это все делается все таки не часто такое увидишь тем более на собственном теле обработали раны йодом порезы были один большой внешне с внешней стороны руки и несколько с внутренней так вот тот который с внешней зашивали а с внутренней стороны просто приложили туда повязку ну так вот самое болючее было когда прошли вот этим йодистым раствором по внутренней стороне то есть они не считали что там типа открыта рана и ой блин я закричал зарычал мужественно по львиному зашел врач и говорит а что это вот так рычите кайфую вот после после полили каким-то растворщиком который как бы сделал ощущение а не менее руки да как бы резкой такой боли я не чувствовал но все равно тело по-прежнему трусилось пытался себя там как-то успокоить и глубоко дышать там спокойно дышать но больнице было ужасно холодно на этом металлическом столе и короче такие ощущения вот зашили в течение минут не знаю может пять минут я там лежал зашивали спасибо доктору кстати вот вытащили осколки из стекла которые там еще были и ну вот так обработали рану потом это все замотали вот такую фигнюшку и сказали все вставайте мыйте руки одевайтесь и шуруйте отсюда выписали справочку выписали лекарства там антибиотик обезболивающий сказал если будет болеть то кушайте на здоровье вот ну и прикладывать лед короче по факту по факту разрез был глубокий но благо связки остались целые то есть заделая мышцу которая наверное трицепс связана но внешняя мышца так что бедолага александр брусья теперь закрыты буквально минимум как на месяц я не смогу подойти на брусья нельзя будет отжиматься от пола и тому подобное ну что выздоровление сказал он несколько дней вообще ничего не делает рукой и полное выздоровление около трех недель месяца а там по ощущениям по обстоятельствам в общем завтра первая перевязка как будет возможность сфоткаю это мясо жесть и покажу вам насколько насколько обширно обширный был парис да и самому интересно я не особо успел его разглядеть вот жена больше успела да да это я к чему я обещал сразу же стрим запустить сегодня вечером к сожалению я думаю ближайшие пару дней это будет я это не будет ничего не будет стримов вряд ли смогу там мышкой воротить или или клацать кнопочки не но пальчики то двигаются да вроде бы нормально все кисть тоже работает но болевые ощущения есть при этом так что сегодня завтра точно нет а вот воскресенье посмотрим может быть попробую я взяться за мышку и сыграем что-нибудь вот вот такой момент со мной случился что я могу посоветовать друзья берегите себя будьте аккуратны не летайте по квартире если уж падаете то явно не на стекло будьте осторожны со стеклом с вами был клинт 8 спасибо что вы со мной приятно чувствовать поддержку со стороны ну ждем здравления лапки клинта клинтовской лапки да кстати палец тоже пострадал немножко удивление ладонь нормально вот палец пострадал сижу этом замотались меня прикольный момент замотали все уже оформили сказали иди домой вышел я и думаю надо же блин рубашку застегнуть как-то сел сел там на кресло застегаю рубашечку и тут смотрю на рубашке свежая кровь думать к смотрю с пальца течет блин пришлось возвращаться нахожу к медсестре говорю вы мне еще перемотайте немножко вот ну такой момент в общем спасибо за просмотры спасибо вам друзьям ждем оздоровления и вот так вот до скорых встреч берегите себя